МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это программа Питстоп. Вы заехали сегодня к нам. И у нас в студии сегодня Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Я не хочу взрослеть. Об этом мы сегодня поговорим. Что такое взрослость? Что такое быть взрослым, стать взрослым? Мне кажется, каждый ребенок смотрит на своего родителя, думает, а, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым. Или на старшего брата или сестру. Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии? У них этого мало, потому что у них столько забот. А мне хочется, чтобы со мной всю жизнь, каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот у меня даже есть люди, которые... Я желаю тебе не взрослеть. И я так и спасибо. Взаимно. Раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя что-ли этим. Я, может, не хочу. Я спокойно себе поживусь той ответственностью, которая у меня сейчас есть. По мнению большинства россиян, сегодня молодые супруги стараются отложить рождение детей на более позднее время. Демографы уверяют, что такое решение свидетельствует о незрелости современных мужчин и женщин стать взрослыми. Инфантилизм называют пороком 21 века. Инфантилизм. Не знаю, встречались ли вы с таким термином или нет. Сегодня вот будем об этом говорить. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, ребят. Скажите, что значит быть взрослым? Сразу заикнулись Наташа и Надя. Поэтому давайте Наташа, а потом Надя. Ну, взрослый человек – это человек, который уже сформировался, так скажем. У него уже есть какая-то такая сформированная ответственность. Он уже увереннее себя ведет в какой-то той или иной ситуации. С ним как-то спокойнее, можно положиться на него. Он, как правило, чаще всего серьезный. Смотрит на все адекватно. В общем, такой вот взрослый человек стандартный. Ну, лично для меня. Так, Наташа, Надя. Мне кажется, взрослый человек – это не обязательно серьезный, такой вот взвешенный. Мне кажется, это больше человек, который действительно всегда берет на себя ответственность. То есть он что-то делает, и он понимает, что вот здесь я ответственен, здесь я, может быть, поступил неправильно, я должен исправить. Вот этот человек, я должен его защитить или еще что-то. Ставит перед собой цели, которые достигают. Но не обязательно серьезные. Может быть, и веселые вполне. Он может там какой-то целый день где-нибудь тусоваться, где-нибудь играть, веселиться, но на следующий день он помнит у него, что он должен быть серьезным. Но вполне он решил, что этот день – это мой день отдыха. А тот день – мой день отдыха. Хорошо, девочки, спасибо. Ну, вот я согласен, в принципе, с тем, что взрослый человек – это уже такой, как вот отсеянный какой-то песок, да, когда уже уходит всякая мишура, ну, что-то такое, может, детское или еще что-то остается, именно уже чисто вот, ну, размышления какие-то там, ну, там, ум, да, как бы, ну, знает, как поступать, где. Вот, но в основном, я думаю, что взрослый человек сейчас определяется возрастом. Просто вот, например, там вот даже скажут тебе, вот ты что вообще этим занимаешься, ты же уже взрослый человек, даже вот так вот говорят. Каким возрастом? Ну, как сейчас, какого возраста взрослый человек уже считается взрослым? Это говорят, на самом деле, в любом возрасте. Тебе 22, ты чего этим занимаешься? Ты уже взрослый человек. Тебе 45, ну, ты же взрослый человек. Тебе 13, ты чего балуешься? Тебе 13, ты уже взрослый мужик. Так всегда будут говорить, 7, 7. А в 7 лет тоже говорят, ты же уже взрослый, не надо там вот этого. Но в душе люди по-другому взрослеют, поэтому как-то, ну, человек может выглядеть сурово, как взрослый, там какой-нибудь бородатый байкер с татуировками, а он может, не знаю, прийти домой и с щенками там валяться, я не знаю, радоваться жить. Ну, почему взрослый человек не может там с щенками валяться? Хорошо, вот мы высказали. Я говорю, что он, в принципе, может, ну, это как бы... Может быть, он душевно тоже взрослый, но щенки-то тут причем. Мы, ребят, вы сказали свое вот какое-то мнение со стороны, а теперь я хочу, чтобы мы все-таки на своем примере лично скажем. Скажите, вы когда-нибудь хотели стать взрослыми? Было у вас такое вот непреодолимое желание? Ну, все, меня сейчас считают детьми, ребенком, хочу стать взрослым уже, я хочу повзрослеть. Было такое? Да, было. Все детство, наверное. Всегда хотела, чтобы я была взрослой, взрослой, взрослой. Но, если честно, это, мне кажется, у всех так подростков особенно. Да, конечно. Я уже все знаю, я уже так, не надо мне тут, пожалуйста. Я сам не делаю. А потом, когда это уже, ну, выросло, я такая, нет, пожалуйста, я еще маленькая, я не хочу этого делать, я не хочу звонить дяде, и там что-то обсуждать, ну, там, не знаю, устраиваться на работу, я не хочу, не знаю. Хотя нет, вот как раз с работы мне, наоборот, нравится работать, и я, наверное, лет с 15 уже вот работаю. Работала. Даже раньше. Ну, ты боялась, не хотела чего-то, каких-то таких стрессовых ситуаций, которые связаны с этим взрослым, да? Да, где надо вот... А мне нужно что-то решить. Особенно выбор делать. Ой, это вообще... Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя, и думает, да, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым. Ты или на старшего брата или сестру? Или на старшего брата и сестру. В данном случае у тебя есть старшая сестра, знаете, ты как-то хотела быть похожа на нее? Ну, мне кажется, в детстве... Ну, да, я хотела. Мне кажется, любой ребенок в детстве смотрит на взрослых и думает, вот тоже хочу быть взрослым, таким же крутым, со мной будут считаться там и так далее. И ты хотела тоже. Я тоже, конечно, хотела. Ну, сейчас отчасти... Да, обстоятельства, дела у тебя в этом плане. Ну, отчасти все равно есть люди, которые тебя воспринимают все-таки как ребенка, потому что они тебя видели как ребенка всегда. И поэтому, несмотря на то, что, может быть, у тебя как-то изменились мысли, может быть, ты что-то понимаешь в своей жизни, тебя все равно воспринимают как ребенка, как будто, ну, как бы... Это родители, да? Ну, не только родители. И недавно у меня в больнице я была. Ну, девочка, давай, проходи, давай, проходи. И папа стоит и смеется. Я думаю, ну, конечно, девочка. Хотя мне было приятно, на удивление. Лет в 14 меня бы это обидело. Ну, пожилые люди часто говорят, типа, сынок, там... Нет, нет, ну, они имеют в виду, что я как бы маленький. Или мама до сих пор называет меня солнышком, да? Это же мама, это же родители, нормально. Но вот, например, на моем примере у меня был период, когда мне хотелось, ну, как бы повзрослеть. Это когда в семье тебя, там, ограничивают, в принципе, разумно. Но ты этого не понимаешь. И, ну, просто вот я вот через три года я вот уеду. И вот я буду вот это делать, да. Вот и только вот, ну, наверное, вот в этом как-то... Ну, такая вредность какая-то, что ли, какая-то самореализация или что. А так, ну, в принципе, никогда не хотелось там быстрее тростить бороду и... Вот вопрос такой. Глядь с щенками. Давайте опять еще более узко пройдем. На данный момент. Считаете ли вы себя взрослыми? Богдан, давай начнем с тебя. Считаешь, что ты взрослый человек со всем тем, что к этому, так скажем... Я просто на пути, вот, обычно, взросление, наверное, и все. Я не считаю себя ни ребенком, ни каким-то прям суперзрослым. Просто, не знаю, я даже как-то не задумываюсь об этом. Даже не задумываешься. Ну, считаешь, что ты еще не взрослый? Просто все идет своим чередом. Зачем думать, что сейчас так, я на сколько сейчас процентов взрослый? Надо вот еще два процента дотянуть, и тогда еще можно пару месяцев жить. Ну, смотри, вот сказали перед этим мы немножко о критериях взрослости, да? Это принимать решения, ответственность, это уметь ставить цели, их достигать. Что еще было, девочки, вы говорили, тоже ты, Богдан. Это определенный возраст, ты сказал, да? Что определенный возраст, когда люди говорят, что ты уже взрослый. Этого возраста ты уже наверняка достиг, когда люди говорят, что ты взрослый. По крайней мере, 20 плюс точно, да? Ты по этим критериям можешь себя оценить и сказать, что ты взрослый? Ну, если так уж, предлагаете. Ну, по каким критериям? Ну, да, мне 20 плюс, я взрослый, так что, ну, да. Не, не, ну, перед этим всем ответственность. Ты можешь обвинять, это, конечно, такое, да, тоже объективное. Ну, это все относительно, потому что как бы в каждом возрасте у тебя добавляется еще больше ответственности. Да, я, может быть, не такой взрослый, как те, у кого сейчас есть семья, дети, обязанности, там, какие-то в моем возрасте еще раньше, может быть. Вот, но, тем не менее, у каждого свой этап жизни, у каждого своя ответственность. Вот, каждый с ней справляется. Хорошо, Наташа, ты можешь сказать про себя, что я взрослый? Наверное, скажу банальную вещь, но я очень не хочу сильно становиться быть взрослым, потому что я очень люблю наблюдать за людьми, и вот, в частности, за взрослыми. Я смотрю на этих людей, я вижу, что они как планктоны, у них такая стандартная жизнь, у них, ну, семья, работа, семья, работа, отдых там, он такой тоже банальный. Но очень редко, когда люди занимаются чем-то необычным, очень мало своего хобби и всего вот этого. Но это все пропадает, это понятно, почему, ну, тяжело этим заниматься, когда у тебя столько всего. И вот эта ответственность, которая на них, ну, да, быть ответственным человеком, это хорошо, но когда ты до жути вот такой, не знаю, я вижу, что очень часто взрослые грустят, и они, вот жизнь идет, и она идет. А для меня хочется, чтобы каждый день он был каким-то необычным. Это, конечно, зависит еще от самого человека, но я считаю, что когда ты немножко такой вот больше в душе ребенок, ты удивляешься каждый, ну, взрослые очень мало удивляются. Их очень сложно чему-то удивить, и вообще это такая тема. А мне хочется удивляться даже, я не знаю, бабочки, которые мимо меня пролетело. Я вот до сих пор каждому котенку на улице, и я такая, какой же ты прелесть. Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться? Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые, я желаю тебе не взрослеть, и я такая, спасибо, взаимно. Я как-то немножко по-другому все равно это воспринимаю. Мне кажется, это больше вот когда люди вот такие грустные, унылые все в делах, это не скорее взрослость, а именно когда человек погряз в этой рутине. А мне кажется, вот реально взрослым человеком, вот я бы хотела стать, сейчас я не считаю себя взрослой, потому что я еще не испытала очень многих вещей, как, ну не вся ответственность за мои поступки еще пока лежит на мне. Но мне кажется, это с течением времени постепенно это будет. И это на самом деле очень интересно, потому что новые проблемы, новые трудности, это как игра. То есть если это воспринимать вот так, это становится наоборот интересно. Ты, не знаю, если действительно не погрязать в этой рутине, то, мне кажется, такого не будет. Ты действительно будешь делать выбор, быть ответственным и взрослым, и радоваться, и смотреть на окружающие, радоваться бабочке. Ну да, ну по большому счету даже ребенок, который в принципе он не взрослый, он тоже может погрязнуть в этой рутине, да, потому что школа, музыкалка, художка, уроки, сон, школа и так далее, как бы. Это не делает его в принципе взрослым, потому что может быть его родители заставили туда пойти. Говорят из-за этого человека. Да, просто, ну... Ребята, я хочу сейчас немножко нас переориентировать. Есть такая проблема сегодня в наше время. Я ее озвучу, когда прочитаю небольшой отрывок из книги, который называется «Важные годы 2030». На протяжении сотен лет юноши и девушки после 20 переставали быть детьми и сразу же становились мужьями и женами. Однако сейчас возраст от 20 до 30 лет стал для молодых людей временем неопределенности. Массовая культура чрезмерно сфокусирована на этой возрастной категории 20-30, подавая ее как годы беззаботности, когда от жизни необходимо взять все сполна. В итоге юноши и девушки выглядят старше, а взрослые люди моложе, что превращает взрослую жизнь в один длинный период 20-летия. В итоге человек ведет один и тот же образ жизни и придерживается одних и тех же взглядов с юности до самой смерти. Вкратце, о чем говорит автор. Проблема сегодняшняя, сегодня нашего времени, что люди до 30, так скажем, еще не хотят взрослеть. Они хотят оставаться молодыми, но хотят иметь все привилегии взрослых, которые имеют взрослые. То есть быть свободным, сам принимать решения, жить с кем им хочется, тратить деньги с кем им хочется, но оставаться молодыми и не взрослеть. А люди, которые взрослые, они, так скажем, наоборот, хотят вернуться вот в этот возраст, продлить еще молодость, чтобы не быть обремененными ничем и так далее, не работать даже иногда, чтобы кто-то его обеспечил. И молодость у нас, вот этот процесс растягивается во всю жизнь. То есть эти стремятся туда, но хотят здесь, те стремятся вернуться сюда и получается у нас вот расширяется этот момент юности и невзросления. Скажите, плохо это или хорошо, и чем это чревато? Палка двух концов, наверное. Потому что, действительно, когда человек, он избегает вот этой ответственности, избегает взросления, принятия решений, то это ненадежный, как правило, человек. И в какой-то ситуации, а такие ситуации, они бывают, когда ты нуждаешься в этой помощи, нуждаешься уже в здравом смысле, ну, его нет. Просто человек либо уходит от ответственности, либо он делает еще хуже. Тем более, если этого человека семья, дети, жена, которые хотят, чтобы он, ну, чтобы он как мужчина, например, да, если мужчина, чтобы он принял решение в данном случае, а он просто не хочет этого делать, да? Когда семья нужно жертвовать еще чем-то. И вообще, это целый такой механизм. И, ну, я считаю, к этому механизму уже до этого... В принципе, последствия вот как раз-таки вот этой ситуации о том, что люди стали выходить замуж, да, создавать семьи уже после 30. То есть, зачем до 30 себя обременять, когда можно надо брать от жизни все, а некоторые даже уже к 40 годам, да, и, наверное, что в Европе сегодня это нормальное дело, в 40 лет жениться или выйти замуж. Ну, они же все равно, ну, как бы, я так поняла, они очень часто сейчас гражданские браки стали, как бы, ну, это тоже... Последствия также гражданские браки, опять же, нежелание брать на себя ответственность за человека, потому что вы в любой момент можете, да, расстаться. Наня, ты что-то хотела сказать? Ну, я, в принципе, хотела сказать то же самое, потому что, ну, мне кажется, эти люди просто боятся брать ответственности. Вот так же, как если ты закопаешься в рутине, тебе она покажется, о, нет, уберите ее подальше. Потому что они не понимают всю суть, потому что те удовольствия, которые ты хочешь приобрести, они приходят и вместе с ответственностью. А человек, который не хочет взрослеть во взрослом возрасте, уже можно сказать взрослым, он просто боится этой ответственности. Он хочет получить удовольствие, но не брать ответственность. А какие, ну, хорошо, вот, какие проблемы, если я не хочу сейчас брать эту ответственность, я могу просто, как бы, ну, спокойно себе жить дальше. Почему я, раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя, что ли, этим? Я, может, не хочу, я спокойно себе поживусь той ответственностью, которая у меня сейчас есть. Ну, не хочу я сейчас жениться. Значит, почему я должен сейчас это, ну, делать? Ну, так а получить удовольствие ты уже хочешь? Ну, нет. Ну, нет, тогда проблем, в принципе, нет. Но мы сейчас как раз-таки обсуждаем тех, которые, вот эти фиктивные браки. А, то есть, которые, по сути говоря, обходят, да, как-то? Да, они пытаются уйти от этой ответственности, типа, продлить свою молодость. Ты не имеешь какой-то ответственности от никакого отношения, то ладно, ну, как бы, не женат, браки. А если ты уже вошел в этот, так скажем, круг ответственности, в этот период, когда ты должен уже брать на себя, ну, решение принимать и так далее, ответственность за этих людей, то здесь в любом случае уже пути обратно нет. Пути обратно нет. Потому что это действительно нужно было, необходимо было. Такое время было, что в семье ты мог выжить, зарабатывать вместе, там, муж помогать жене и так далее. Если ты до 20 не вышла замуж, девушка, да, то ты осталась одна в девах, и ты не сможешь себя прокормить и так далее, и так далее. Люди стремились к этому. И раньше проблемы были такие, да, то есть война, да, была, Вторая мировая война. Отцов забирали из семьи, отцы умирали, дети оставались одни или сирены, мамы вдомами, да. И приходилось как-то крутиться, и дети брали уже с 14 лет на себя ответственность за своих младших братьев, сестер. Они шли работать и так далее, и так далее. Сегодня время поменялось. Сегодня даже не выходя замуж, не женясь, можно спокойно жить хорошо, припевающе, самой зарабатывать где-нибудь, да, и так далее. Далее парни могут тоже, опять же, вот браки гражданские, ты можешь даже и не живя в браке, просто, ну, так скажем, получать все удовольствия от этой взрослой жизни и не беря на себя ответственность. Это все обстоятельства. Ну да, тогда началась война, так пришлось. Сейчас начнется война, тоже сейчас придется так же. Я думаю, так же буду. Но ты сразу в воду не войдешь, ну, как бы сказать, тебе будет очень непривычно. Я хотел больше именно к своему опыту привести. Где-то в 23 года, мне сейчас 28, где-то в 23 года у меня такое появилось огромное желание дарить любовь или быть с одним только человеком. Если до этого у меня было желание, эй, дружба со всеми, ребята, девчонки тоже, да, общаться, дружить, как бы не таких связей, да, например, не приближать к себе близко человека, чтобы не брать вот эту самую ответственность. Но где-то в 23 года, и мне кажется, это в любом случае возникает, когда-то у всех. Тебе уже хочется, не зря Бог сказал, что двое станут одной плотью, и это задумано, что человек неполноценен, когда он один. Это вообще касаемо браком больше, да, то есть мне захотелось именно от с одним человеком быть. И тогда у меня появились желания и стремления найти того самого, одного человека. Их в 26 годах я нашел, и я понял, что если бы я вот этот период, опять я его закрыл себе, запустил, я не стал, так скажем, себя обременять, я так же общался с другими, я не ответил бы этому своему чувству, дарить любовь только одному человеку, связать с ним жизнь и стать одним целым, да, то, может быть, оно у меня бы прошло, по-любому бы прошло, и дальше я бы жил так и один, и радовался жизни вот так вот со всеми, не принимая вот эту ответственность. Но когда я уже понимал, что отношения там уже с девушкой, да, заходят далеко, и что уже движется к семье, все, я понимал, что я уже, надо, так скажем, отбрасывать все вот эти вот мысли о том, что, а, будь как будет, то есть ты должен планировать, ты понимаешь, что это все не просто так, и что оно должно идти, и есть свои определенные стадии. Вот, конечно, мне уже нравилось, я уже 20 лет был взрослым, там, где-то на 19 я там не зависел от родителей, если мы говорим о финансах, тоже это, это на самом деле, как Надя говорит, это интересно, и это важно, особенно для мужчины. Вот, поэтому я говорю, что все равно в любом случае есть определенная стадия, когда тебе нужно принимать решение, становиться взрослым или нет. И если ты ее переступишь и как бы просто, так скажем, пойдешь дальше, не будешь об этом думать, то оно и забудется, и ты дальше будешь жить, так скажем, на эту стадию тебе все равно когда-то... Ты хочешь сказать, что нужно работать, как бы, и не нужно все оставлять на самотек, то есть обязанности сами ко мне придут. На самотек никогда не должен, да, ты должен сам ставить цели, ты понимаешь, что твоя жизнь короткая, и ты когда-нибудь к этому придешь, ты должен ставить цели и понимать, когда ты принимешь это решение, когда ты там устроишься на работу, когда ты примешь решение. Это будет формировать в тебе такой очень правильный характер, который тебе во многом будет потом способствовать в этой жизни. Сегодня очень много людей, живя уже в семьях, до сих пор еще они поставили себе план, когда они там взрослыми, они даже будучи с детьми, они приходят домой, играют в игрушки, я знаю, у меня есть знакомые, которые действительно, они просто живут в разных комнатах с женой, она там играется, в компьютере он здесь, ребенок там где-то и тогда плачет, они даже иногда его не слышат, то есть, определенно, и, ну, то есть, они просто... Но они не готовы, наверное, были тогда, что ли? Они просто по глупости? Наверное, были готовы. Потому что, если ты на это ответственно идешь, как бы планируешь заранее, то, ну, как бы, если мозги на месте, ты должен это все понимать. Следует подвести итог в сегодняшней программе. О всем всегда есть мера. В Библии есть хороший стих «всему свое время» и «время всякой вещи под солнцем». Конечно, это время меняется, но я думаю, что нам всегда нужно задуматься о том, когда нам нужно принимать уже решение, становиться взрослыми, потому что рано или поздно это стоит сделать. В конце хочу привести несколько стихов из Библии. Будьте как дети. Слова ваши будут «да», «нет», все остальное от «лукавого». Еще мы все говорили здесь «всему свое время». И последнее. «Веселись, юноша, в дни юности твоей». Напомни, что за все это придется отвечать перед Богом. Я вам желаю, дорогие друзья, чтобы вы стремились к тому, чтобы быть взрослыми, на данный момент жили тем, что вам дает Господь, и не боялись брать на себя ответственность, когда это предстоит вам сделать. Планируйте свою жизнь, пожалуйста, не оставляйте все на потом, не оставляйте все на самотек. Просите у Бога мудрости, чтобы Он вас в этом благословил. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»